вот такой вот туман туманище над поляной стелется туман туманище как молоко а ты ушла с другим а мне не верится что ты ушла в туман так далеко ну как брата нравится нормально вот так вот ребят красиво горят наши тапочки в общем сгорели обудки вот они они горят сгорела обувь ребята теперь мы находимся в носках это жесть как бы не упасть слушай вода-то большая мы перейдем а вот выходи вот сюда тут прям мелко все нам остался хотя бы последний брод перейти вода большая два брода не навали ох блин заходить были, но отсюда слушай братан, мы наверно не перейдем на я уже чуть не упал а ноги что сдуваешь давай мне эту шляпу да меня уносит просто ты-то тяжелее меняй все-все-все, иди-иди вот и все, вмещайся никуда вот здесь, здесь меньше вот здесь, здесь меньше экстрим так смотри, вон там, если что если на обратно пути вода будет повыше можно будет вот туда вот а, ну можно будет перейти там выше, ага а там мельче но все равно что-то экстрим хапанул здорово бродяги и любители активного отдыха в общем, друзья, сегодня мы со Стасом, с подписчиком выбрались в поход как вы уже видели штурмуем брода вода большая, в общем, у нас целые сутки лил проливной дождь ну и осталось нам где-то брода два хотя бы перейти но что-то мы не рискнули идти идти дальше, так как вода большая брода глубокие и поэтому решили искать стан где-нибудь где-нибудь здесь ближе вот, поэтому сейчас идем обустраивать быт может быть, друзья, сегодня у нас получится какая-нибудь рыбалочка ну и хотим пособирать грибов так как у нас уже пошли лисички пошли белые вот, маслята ну маслят тут навряд ли так как сосны здесь у нас нету ооо, душицы много так, ну вот здесь вот будем делать наш стан разбивать лагерь сегодня сегодня взяли с собой палатку в общем теплый теплый пол ну чтобы можно было мягко уже с комфортом спать вот тут много лекарственных растений будем заготавливать чай вот и здесь кстати еще чага есть много чаги вот на вот этом косогорчике так что поднимемся на гору пособираем чагу лисичек посмотрим ну в общем будем отдыхать может быть что-то у нас и выйдет с рыбалочкой ну хотя не знаю главное чтоб вода маленько спала и было хоть какое-то просветление воды потому что вода мутная пить мы будем воду скорее всего фильтровать придется да? ну да фильтровать будем прогонять через фильтр ну что, нормально что здесь будем ставить? давай тут надо поставить ну нормально вроде ровное место вон уже улитка смотри присосалась к нашему полу в общем устанавливаем провадочку ставим надо было смыть что-то какой-то зачистан что здесь да? да да он у меня был чистый весь какой-то зачистан вот так да? да да и что выход выход куда у нас будет? к речке на речку да? с деревом вот тут вот рядом разведем костерок я так думаю где-то вот тут да 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 ну тут как-то вот уютно я не знаю вот эта вот вся обстановка ну давай здесь тоже славаточка поларберт полярная птица растяжки не знаю будем ставить а то вдруг это начнется ветер да? давай на всякий случай наверное растяжки сделать потому что мало ли что так все палатка стоит сейчас зацепим пол вот и все и все и наш наш ночлег готов это мокрый у нас ничего страшного да там сухо все должно быть должно быть да все стелим да и это комаров конечно пресс но мы их сейчас отсюда будем выкуривать комаров надо но пассажир каши вот короче банка тусунки не буду показывать кто это я тоже тусунки взял лапша вот такие вот колбаски вот такая вот курочка вот такое сало даже сало конечно вот такая вот колбаска копченая ну это конечно ложка чтобы все это есть только я не представляю как сало есть ложкой мы мы придумаем зубами будем грызть немерен значит сегодня у нас будет обед тут мясо фарш в общем будем взяли с собой подсолнечное масло запасной тент от гамака на всякий случай вот такая вот у меня сумочка подъемочное оборудование все здесь сахар в бутылке хлеб котелок с продуктами пакет с посудой ножовка вот ребят фильтр для воды самая удобная штука потому что вода мутная сегодня будем фильтровать так как пить воду будем из речки поэтому придется ее фильтровать чайничек сейчас надо достать сразу спальник расстелиться спальничек вот 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 огромный так будем пилить две вот таких вот ножовки одинаковые больше кроме ножовок ничего у нас нет и нож еще кстати да нож есть стопан заценить да пусть болтается она антипотеряшка да вода походу не думает падать ладно идем заготавливать дрова что пошли наверно вон оттуда начнем вот эту да там далеко здесь ближе на вот это свалить она такая с омхом ну давай вот эту наверное еще свалим вот эту сушину и вон ту сейчас я спилю а потом оттуда вон принесем подальше вон там вон ту можно свалить тут сушин в принципе много я вообще в шоке ребят в тайге растет тополь вот он видите вот посередке значит жили люди когда-то вот а тут есть бобровая полотина вот здесь нора а вот здесь вот он гладал березу вот видно да пытался ее уронить но он ее скорее всего завалит нынче да она она он нынче ее она ну ты где там брата для нашего котелка для костра хотим сделать небольшой костровой наборчик это будет у нас таганок чтобы подвешивать котелки катикать котелки и чайники в общем вот здесь будет костер вот такая вот тренога получилось вот можно уже смело вешать наш котелок запаливай будем первый костерчик сейчас разводить а то нас сожрут тут сегодня подвирать ну ух ты блин чудо так раз будем готовить кушать надо что-то перекусить потому что встали мы сегодня во сколько остались часов 5 где-то за пол шестого встали в общем ничего не поелись накидали все я накидал все в рюкзак сразу и отправились в поход в общем сейчас идем за мутной водой котелок розоветров да сейчас будем что-нибудь сготовим так тут с берега упасть от нечего делать да там глубоко надо где-то подальше брать на смотри у тебя уже болотники полный скоро будут полные не вода походу не падает короче хорошо что мы сделали выбор остаться здесь ну-ка иди сюда мой родной тупо ниже надо опустить нормально самый раз там это вот с треногой куда интереснее получается у нас поход я такую схему ты не видел никогда видишь как вас можно размешать но крышечку снял а мы потом еще с тобой для сковородки сделаем то есть бревно вырежем сделаем под ручку туда отсек и короче крепление под ручку и сюда его в объем поставим так закид закипает вода будем готовить перловку в пакетиках и чё с тушеночкой или чё еще больше забурлило 15 минут время 15 минут 1 так сейчас будем испытывать нож на банке тушенки посмотрим как он справится с банкой тушенка открыл за милую душу разогреем сейчас тушенки решили кашу с тушенкой сделать вот сегодня да вечером будем варить суп фрикаделька и ребрышки стушим да да если они не испортят они цельно все нормально сейчас будем фильтровать воду из речки все продумано до мелочей там все равно осадки какие-то смотри нету осадков вообще идеальная вода в общем вот так вот проходит фильтрация воды через наш походный фильтр полевых условиях ну вот ребята на и чистейшая вода в общем вот так вот выглядит после фильтрации ну вот так вот вот так вот что вообще и А как это вортом? Вот сделали еще вот такой один таганочек для сковородки, чтобы можно было с комфортом легко, удобно что-нибудь обжарить, пожарить. Поставили кипятиться воду, сейчас будем готовить вкусняшку, то есть сегодня будем готовить суп с фрикадельками, взяли с собой фарш, в общем будет, я думаю, вкусно. У нас сегодня будет такой шикарный стол, да, должен быть. На улице вроде как распогодилась погодка, облака развеялись, тучи дождевые, в общем выглянуло солнышко. Стас чистит картошку на суп. Ну я принороюся уже в принципе. Так, шинкуем картофан для нашего супчика. Чай вкусный. Вкусный чай? Вообще супер чай. Ну вот видишь, буквально под ногами походил, набрал белоголовника, душицы, скипятил котелок, добавил туда душицу и белоголовник, и спустя буквально пять минут получился целебный вкусный чай. Давай, наверное, снимем. А зачем? На еще. Короче, что-то у нас опять... Ну, бросай. Ты не поваляешь, не поешь. Да. Опять. Что-то у нас опять это, воды суши и много с тобой. Фарш некуда будет ложить. Сольем? У тебя тоже соль в бутылке. Пойдет, бросай, бросай. Нам хватит. Нормально будет, не пересолим. Так, ну вот у нас фарш. Вот из него будем лепить фрикадельки для нашего супчика. Но он уже растаял, слушай. Так, приступаем скатать наши фрикадельки. Вот такой вот у нас поход выходного дня. Ни рыбы, ни грибов. Ни мяса. Да, одно мясо. Ни рыбы, ни грибов, зато есть много мяса, короче. Да. В самый раз. Ну, я надеюсь, мы завтра перейдем удачно речку. Попадем к зимовью. И там вот у зимовья только есть шанс набрать лисичек. Мы, если там у нас не получится рвать, знаешь, где будем их? На горе с левой стороны, ой, вернее, по правую руку, когда вот идти в сторону поселка. Поселка. А, ну я знаю. В смысле очистных. Да, да, да. Я знаю, где там. Там, на этом склоне надо будет глянуть, посмотреть. Там могут быть и лисички белые. Это все по мере поступления. Да, по мере поступления воды, короче, в речку. Посмотрим, да? Да, да сходим туда. Мне кажется, надо, чтобы вода нормально спала. Если вода спадет, можно с утречка порыбалить будет. Да, тут сделать не то, чтобы она упала, а чтобы она светлее стала. Да, чтобы она светлее стала вода, потому что бежит мутная, с глиной. Видать, верховье где-то хорошенько ливануло. И поэтому вода мутная. Варим, короче, суп. В смысле настаиваются, а зачем? Ну, он как бы, он когда чуть-чуть настоится, он уже вкуснее суп. Ну, вот так вот мы лепим фрикадельки. Катаем шарики такие вот. В тот раз я прям наскидывал. В тот раз ты катал? Я их прям так складывал. Ой, вернее брал. И скатывал, как попало. И кролик же есть. Не, как попало не надо. Ну, как бы никак там. Сейчас, смотри, сейчас. Видал, сейчас какие шарики у нас? Фарш. У нас сейчас получаются вот такие вот шарики, фрикадельки. Так вот мы их закатали. Можно их обжарить сначала, а потом. Не, не, не. Обжарить, это ерунда получится. Да? Я пробовал всяко, короче. Вот так вот самое вкусное получается. Цельное, когда вот не надо ничего жарить. Воду сливать? Сливай, сливай. Ага. Там, потому что много воды. Потому что, если сейчас мясо начнет вариться, фрикадельки, они будут выделять жир. И мы весь мак потом сольем, короче, с тобой. Не, ты прям это, за крючок возьми. За крючок. И слей. Или за ручку, она не нагревается, ручка. Переборщили маленько. Воды в котелок набрали много. Еще картошечку спустили. Заходит? Хватит, ага, я думаю. Не, пойдет. Пойдет. Самый раз. Там тоже пламя есть. Ну, вот столько вот фрикаделек у нас вышло. А с оставшейся фарша мы сейчас сделаем биштекс. Погода хороша. Масло-то растительное не будет? Нет, зачем? Не надо? Нет. Это так много. Его надо посолить чуть-чуть. А? И вон чуть-чуть посолить, оно уже не соленое. Не соленое? Да, не вкусно будет. Давай посолим. Давай посолим. Ага. Так, сейчас все принесли. Стал, ребят, камеру включать и уронил ее нечаянно в костер. В общем, да ничего, нормально. Живая, да? Живая, да? В общем, делаем вот такой биштекс. Смотрите, как запечем. Его, да? Да. Так, картошка кипит. Сбрасываем наше мясо. Видишь, все кучи, если сбросишь, они могут слипнуться. А так мы все по отдельности будем кидать в разные места. Переворачиваем наш биштекс. Опа. Огонь, мне кажется, да? Супер. А? Ну что, ты еще на костре, это что? А ты хотел маслечко еще сюда добавить. Короче, у нас тут без маслечка будет сок, да? Давай пока, короче, на уголь поставим. Давай. Супчиком еще не заморачиваться. Вот как раз и закипает у нас. Уже закипело, можно сказать. Все кипит, бурлит, варится. В общем, будет объедение. Сейчас еще, сейчас поварим минут десять картошку с фрикадельками. Потом опустим сюда лапшу. Добавим приправу. И минут десять-пятнадцать. Пайер-шоу видео. Да, да, да. И можно будет кушать. Оба дна. Не поваляешь, не поешь. Да. Как обычно. У нас бывают в походе. Не поваляешь, не поешь. Так, впускаем лапшу. Да. У нас уже. Ах. 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 Вот что можно сделать, да? не знаю получится или нет нам надо завалить кучуну ломать получится лишь бы я с ней не ушел идёт да вроде как идет ага просто 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 все ништяк нормально а я куда а ты вниз как левой рукой возьмись за эту за сук давай тебе короче сейчас руку это подам же давай тебе сейчас руку подам тебе надо вот на этот вот стать короче пень слышь тебе надо встать вот на этот пень а вот сейчас вот это вот видишь вот он все норм все ништяк ну все дрова у нас есть осталось ее с березы скинуть потому что она повисла у нас на березе так супчик сварили теперь будем делать наши ребрышки свинные вот такие вот но такой ребят будет у нас стол хотел кстати снять и ну вмонтировать отснять кстати материал как снять безболезненно бересту с березы и чтобы тем самым не навредить никакого вреда дереву вот но забыл про камеру ребят ну а сниму маленько позже супчик самый самый раз но откуда прям оттуда да не она в чашку накладу куда вот эти вот девать как момента такого момента хлебать так нарезаем сальто сразу шпик по-домашнему лимончик да давай то что то что надо да да вкуснее чем тут раз у нас рыбушки обжарим потом добавим картошки да я думаю нет нет а как по-моему этого хватит за глаза а как на соль не знаю не соли лучше обалденный нормально поужинали в общем сейчас подкидываем костер повешали все-таки мы решили повешать мяско ребрышки вот маленько их закопти уже вечереет время начало 9 что там стас нормально сухо так ребят у нас падает вот такой вот туман рассеивается на нашей поляне над рекой вот такой туман туман туманище над поляной стелется туман туманище как молоко а ты ушла с другим а мне не верится что ты ушла в туман так далеко ну как брата нравится нормально костер распалили прям такой классный горит закинули сушин сырых бревен в общем ну вот такие вот у нас дрова на ночь не знаю хватит не хватит до пилить не пойдем чё сейчас маленько посидим да пойдем банки но такая и останется береста вот так вот ребят красиво горят наши тапочки в общем сгорели обудки вот они они горят сгорела обувь ребята теперь мы находимся в носках это жесть о зато тепло и же очень жарко добрауза на улице такая жара невыносимая да остались духота прям сильно стоит сегодня него бочка на небе как будто вставать пауты замучили капец трусах трусах где ну чё ребят собираемся домой сейчас маленько пособираем душницы для чая в общем и будем складываться так как нам дорога у нас дальняя вода вода толком не упала мужики слышал сказали что в болоте тут они ехали почти в этом был была вода в уазике на так что опять нам это в болоте сейчас придется муть мучиться экстримчик сейчас опять продолжение экстрима но сейчас будем потихоньку сматывать вещи готовится к выходу вот тут ночью с этим с медведем экстрим был хапнул но свистел тут ходил пыхтелся гораздо заготовили вот такой чай душницы флёне с банки в воду шка вот сейчас обрежем все лишнее я уже обрезался обрезал вот такой вот букетик чайный заготавливаем впрок да вот такой вот получился букет шикарный ароматный медоносный сейчас пчелы опыляют душничка же на следующих выходных же еще это конечно дано круглый год в принципе собирать может зимой не не зимой что так все ребят отправляем в сторону дома пока что счастливые букетами с букетами для своих жен любимых но только у меня нет жены ничего страшного это дело наживное да поправимое поправимое да ничего страшного так ну вот мы дошли до зимовья до зимовья или зимовья ну изба в порядке стоит сейчас думаем сходить разведать грибные места может быть что-то нам удастся набрать на жарешку с картошечкой чего давай оставляем рюкзаки и идем смотреть так мы скинули рюкзаки в общем сейчас идем смотреть у меня сзади спина-то мокрая прорываемся сквозь болотину болотина вообще трава высокая ноги заплетаются немного да тут кошмар стас болотина ну ты где поблизости смотри какой белый маховик маховик или под пехтовник вот и лисички вот такие вот хорошенькие молоденькие только только видать здесь они скорее всего пошли да грибные места они видать год на год не при не приходится так как в том году я с этого места нарывал полный пакет а нынче он всего несколько штучек лисичек поэтому ладно завязываем с грибами время у нас уже много время 22 минут 2 поэтому сейчас выдвигаемся домой потому что нам еще нужно вызывать будет машинку далеко ехать вот поэтому за закругляемся ребят так что ладно кому понравилось данное видео не забываем ставить палец вверх с вами был канал сибирский бродяга увидимся ребят в походе субтитры сделал DimaTorzok